Новая пятилетка. Именно так назвал ежегодное обращение к жителям-губернаторам Московской области Андрей Воробьёв. Это дань уважения тем, кто 90 лет назад в годы первой пятилетки заложил мощный потенциал региона. Губернатор подвёл итоги и рассказал о предстоящих изменениях. Это событие в Доме правительства в седьмой раз собрало представителей власти, депутатов, общественных деятелей. Первое, с чего начал губернатор – экономика, бюджет стабильно прибавляет, порядка 50 миллиардов рублей, есть ощутимый приток инвестиций. За прошлый год мы впервые привлекли 820 миллиардов рублей инвестиций. Это плюс 12% к уровню прошлого года. А в целом за шесть лет мы создали в Подмосковье порядка 300 тысяч рабочих мест. Важным инструментом для дальнейшего развития региона Андрей Воробьёв назвал особые экономические зоны. Сегодня их три. Подмосковье подало заявку на открытие четвёртой. Площадка ориентирована на энергоёмкие производства. Ещё одним условием привлечения инвестиций служат квалифицированные кадры. В Подмосковье есть достойная учебная база и предприятия, которые готовы в это вкладываться. Ключевое направление в развитии образования – это строительство школ. Три из них начнут строить в Щёлкове, на улицах Шмидта, Институтской и в микрорайоне Жигалова. Только в этом, 2019 года, апреля, мы заложим фундаменты 49 новых объектов. Вот здесь показаны их адреса, мелко, потому что школ много. Это только в апреле. В том, что мы их построим, у нас сомнений нет, мы научились это делать. Важно обеспечить именно высокое качество образования. С целью поощрения губернатор предложил ввести выплаты в 100 тысяч рублей педагогам, которые подготовили победителей и призёров Всероссийских Олимпиад. В здравоохранении все усилия будут направлены на решение кадрового дефицита – основной проблемой отрасли. Акцент сделают на дипломированных терапевтов и педиатров. Уже в этом году будет запущен проект «Добрая поликлиника». Специалисты станут принимать людей по субботам. Губернатор поставил задачу оградить врачей и от ненужной бумажной работы. Магистральной темой ежегодного обращения губернатора Московской области к населению стала тема переработки отходов. Эта услуга должна стать комфортной и не бить по карману граждан. Для пенсионеров предусмотрено ряд льгот и послаблений. Мы больше не хотим открывать и не можем новые городские свалки. А значит, надо радикально сократить захоронение отходов. Возвращать их в полезный оборот. Давать им вторую и даже третью жизнь. Возвращать их в топливо для выработки электроэнергии. Для этого раздельный сбор мусора должен стать правилой, нормой. Как и во всём мире, где бережно относятся к природе и к своей стране. Московская область впервые приступает к программе строительства и реконструкции комплексов очистки сточных вод в рамках федеральной программы о сохранении русла Волги. В этом году начнётся проектирование щёлковских межрайонных очистных сооружений, самых крупных из 16 подобных объектов, которые вошли в программу реконструкции. Два года подряд область проводит рекордные по объёмам кампании по ремонту дорог. В этом году мы сдадим два путепровода на Рязанском шоссе Балашихи и районе станции Реутов. Закончим строительство западного объезда Сергиева Посада. Мост через Клязьму в Щёлково. Развязку на пересечении Волоколамки и Линки завершим окончательно. Все эти объекты очень давно и настойчиво требовали построить жители. Самое приятное то, что в этом выступлении губератор акцентировал внимание на том, что мы ещё не решили. А не решили мы ещё много. Поэтому у нас есть карт-бланш для того, чтобы пятилетку, теперь она пятилетка у нас, решить все проблемы городского округа Щёлково. Но мы будем стараться это делать. И главное будем стараться, чтобы жители понимали, мы всё делаем при их участии, при их непосредственном одобрении, при их обсуждении и одобрении. Вот это для нас главное. В Щёлковском районе мы можем, вы знаете, воочию наблюдать, как изменилась материальная база здравоохранения. Мы видим перинатальный центр, мы видим, что крупнейший ремонт в нашей больнице номер 2 прошёл в поликлиниках. Вот сейчас, в 2019 году, ремонт идёт в Монинской больнице и в ряде других учреждений здравоохранения. Но кроме того, что красивые стены, хорошее оборудование, нужен ещё профессиональный персонал. И вот именно сегодня об этом Андрей Юрьевич сказал, что будут введены изменения уже в качестве обслуживания населения. Когда мы говорим, что у нас там достижения, у нас здесь достижения, а у человека в кошельке не хватает денежных средств. А это экономика, это рабочие места. Вот это первый блок, который сегодня явно, что называется, проявляется. А вторая составляющая, это наша городская среда. Это вот то, что окружает людей. И что на конкретной территории нет, из тех элементов, которые сегодня были перечислены, это задача органов власти. Если говорят о том, что построено, мы видим то, что построено. Если говорят про школы, мы видим, что открывают школы. Если говорят парапарки, благоустройства, мы видим, что это происходит. И самое очень важное для меня, как представитель общественной палаты, идёт диалог с жителями. Эти два последних года столько средств вложено, что каждый житель звёздного городка скажет большое спасибо губернатору Московской области. То есть программы, те, которые были запланированы, они успешно выполняются. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щёлково» из Дома правительства Московской области.